победа ваша некоторые из нас ждут чтобы бог дал нам то что он уже дал мы говорим как же я хочу чтобы бог дал мне победу в жизни а он говорит я уже дал тебе тяжело потому что жизнь трудная я не обещал тебе легкой жизни но обещал жизни в победе привет я пол почти 10 лет назад мой папа мой герой мой пастор неожиданно скончался он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность когда он умер я потерял не только отца но и веру цель и будущее но бог пришел восстановил мою веру и дал мне послание надежды чтобы я мог делиться ним с вами вы здесь не случайно бог не отвернулся от вас ваши лучшие дни ждут вас впереди и вы победитель в жизни потому что в вас живет иисус если у вас есть библия то откройте бытие глава 17 стих 27 до иисус это история об отце авраама большинство из нас знают отца авраама у которого было много сыновей я один из них все вы слышали это на самом деле авраам пошел по стопам своего отца чтобы исполнить мечту которую не исполнил его отец я хочу чтобы вы увидели потому что многие упускает этот момент отец авраама должен был сделать то что сделал сам авраам отец его шел в землю обетованную посмотрите на 27 стих это история об отце о фаре вот родословие фары фара родил авраама нахара и арана так мы видим троих мальчиков авраам был один из трех братьев как мы помним лот пошел в садом и гаморру затем бог вытащил его оттуда а когда его жена повернулась чтобы взглянуть на город то превратилась в соляной столб хорошо если вы ходили в воскресную школу то знаете это а если нет вам стоит послушать и умер аран при фаре отце своем земле рождения своего здесь говорится о том что двое сыновей поженились и попытались завести детей один из сыновей узнал что у него не может быть детей это был авраам и сара сказано что она была бесплодна и не могла зачать но сара не знала что позже ее имя изменится на сару ей нужно было перейти из текущего сезона потому что это была лишь временная преграда ваша временная преграда это не приговор для вашей жизни сара должна была двигаться вперед авраам должен был двигаться вперед но посмотрите что происходит в 31 стихе фаром берет своего внука ему приходится воспитывать внука потому что его сын умер кроме того у него есть авраам и он собирается идти в землю обетованную в ханан это земля которую ему дал бог но дойдя до харана они остановились там где мы видим слово харан 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 или арон это и есть имя сына которого он потерял разница минимальна но когда я читал это то подумал что нечто напомнило ему о прошлом ты думаешь что уже забыл что-то а потом тебе напоминает об этом вновь ты думаешь что остановил болезненный развод позади оставил его оставил боль позади ты думаешь что это позади у тебя есть выбор ты можешь сесть в этом городе и сказать мои лучшие дни уже позади мои лучшие дни были тогда когда мой сын был жив вот это были лучшие дни вы можете искать их в своем прошлом но глядя на прошлое вы никогда не увидите своего будущего если вы влюблены в свое прошлое и ненавидите свое прошлое то никогда не сможете принять свое будущее вы никогда не сможете принять будущую победу если держитесь за поражение в прошлом если вы проиграли один раз вы не становитесь неудачником если вы не поймали мяч однажды это не значит что бог больше никогда не даст вам его врач хочет удержать вас на месте а что и если бы он хочет удержать вас в харане сказано что когда он пришел в харан в город название которого было похоже на имя его сына которого он потерял то как сказано он поселился там и умер там он так и не ушел оттуда сколько людей останавливались в шаге от победы который бог приготовил для них вы можете изменить это вы можете изменить свою жизнь у вас есть сила чтобы ответить в победе послушайте жизнь на 10 процентов состоит из того что происходит с вами и на 90 процентов из того как вы реагируете на это я не могу контролировать то что вы делаете со мной моя жизнь будет следовать в направлении моей реакции они в направлении ваших действий люди могут уходить могут говорить мне и делать мне что-то неприятное но если я буду находиться в состоянии победы то могу преодолеть все что выступит против меня суть библии не в том чтобы жить в депрессии жизни ради иисуса не должна быть обременительной раздражающий и вгоняющий в депрессию бог призвал вас жить в победе он хочет чтобы мы ощущали аромат победы куда бы мы не пошли бог призвал нас быть лучше завоевателей чтобы мы превозмогали то что жизнь бросает против нас сказано что отец авраама застрял в этом городе повернитесь к соседу и скажите ты застрял ты просто остановился скажите это соседу ты должен двигаться вперед победа принадлежит вам некоторые из нас ждут чтобы бог дал нам то что он уже дал мы говорим как бы мне хотелось чтобы бог дал мне жизнь в победе он говорит я уже дал сделано а моя задача состоит в том чтобы принять это и применить это в своей жизни бог не может сделать это все за вас он говорит я заплатил цену для бога странно видеть христиан живущих поражение бог говорит так постой почему ты всегда зол на всех и недоволен несчастен встревожен в панике и не рад жизни ты называешь себя христианином я христианин люди сходят меня с ума а бог говорит вдруг я заплатил цену за тревогу за злость за поражение чувства я помню как в школе играл в баскетбол у нас был чемпионат восьмого класса против евангельского храма мы отставали на одно очко оставалось пять секунд до конца мой тренер взял тайм-аут мяч был у нас оставалось две секунды мы уступали очко это была игра за титул чемпиона и тогда тренер сказал пол ты забросишь этот мяч мне нужно было забросить через все поле мы должны были забросить мяч за две секунды он сказал мы сделаем так чтобы тебя прикрыли один из наших побежит вперед и поймает твой мяч а потом забросит в кольцо все сработает по плану кто из вас знает что в жизни не все пойдет по плану брак не всегда идет по плану воспитание детей не всегда идет по плану иногда жизнь мешает нашим планам 3 2 я бросаю мяч 2 1 да он поймает поймает но иногда жизнь вставляет палки в колеса потолок оказывается слишком низким для моего броска и мяч врезался по центру поля и упал вниз мы проиграли игру чемпионат я был в отчаянии я упал на колени и начал плакать я смотрел на них они на меня тогда я решил прикрыть лицо не смотрите на меня я неудачник в итоге все ушли а я остался лежать в своей луже и тут я ощутил что кто-то коснулся моего плеча я повернулся и понял это мой отец я не хочу видеть тебя мне так стыдно из-за моей ошибки а он сказал пол вставай я сказал нет пап я неудачник он ответил ты не неудачник ты лучше завоевателя а я сказал нет пап не нужно проповеди сейчас он ответил пол вставай ты один остался в зале все остальные ушли а я говорю пап это конец моей карьеры никто не захочет меня брать в команду я не попаду в сборную мне не дадут нового шанса а он стоял и слушал как я жалею себя потом он сказал пол вставай скажите мы не считаем что выглядим так но в божьих глазах мы иногда любим жалеть себя потому что жизнь пошла не так как мы планировали ты не получил повышение а твой лучший друг получил ты не выиграл того что хотел не получил дом который хотел ситуация не изменилась ты планировал чтобы что-то случилось до того как тебе исполнится 30 но этого не случилось когда это случится неужели бог забыл обо мне вы лежите на земле а бог говорит вставай впереди ждет тебя победа ты еще не сказал своей лучшей проповеди не написал свои лучшие песни не видел свое величайшее чудо хватит вести себя так словно твоя жизнь закончилась просто потому что все пошло не так как ты планировал я никогда не обещал тебе идеальный и легкой жизни без бурь и торнадо в оклахоме враг хочет чтобы вы смотрели на то чего нет чтобы отговорить вас от того что может быть враг хочет чтобы вы чувствовали себя побежденными и отчаянным словно вы никогда не беретесь и не выберетесь из этого но бог не закончил с вами если вы здесь значит бог не закончил с вами посмотрите на шестой стих хочешь ли быть здоров больной отвечал ему смотрите не могу я также говорил со своим отцом я не могу встать моя баскетбольная карьера закончилась а папа говорил пол у тебя будет еще один шанс проблема в том что мы проходим через времена когда мы чувствуем трудности мы говорим боже я не могу я не могу оправиться от этого она оставила меня он ушел от меня я чувствую поражение я в отчаянии я никогда не выберусь из этого ужаса я никогда не увижу хорошего дня или победы в своей жизни аисус говорит я не спрашивал тебя что другие сделали тебе я спрашиваю хочешь ли ты быть здоров я не спрашиваю что другие сделали тебе или не сделали для тебя я не спросил справедливая жизнь я задал тебе один вопрос хочешь ли ты чтобы тебе стало лучше и я задаю вам такие же вопросы кто-то хочет чтобы ему стало лучше кто из вас хочет чтобы в его жизни было больше радости и после того как иисус выслушал рассказ этого парня о том насколько несправедливая жизнь сказал вставай иисус не пришел чтобы консультировать этого человека на протяжении многих часов он говорит вставай и этот человек встает и начинает ходить этот человек сразу же получил исцеление мне кажется что наша победа активируется движением возможно вы ждете чего-то а бог говорит ты должен встать ты должен подняться внутри и сделать что-то снаружи сделайте что-то что не смогли сделать и она глава 10 стих 10 говорит вор приходит только для того чтобы украсть убить и погубить знаете дьявол хочет чтобы вы жили в поражении но иисус говорит я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком пора встать пора проснуться я ощущаю в духе что сейчас борюсь с пессимистическим отношением я не говорю что она исходит от этого зала возможно это касается кого-то кто смотрит нас в интернете некоторые из вас слушают и говорят да надеюсь и лучшие дни хорошо а внутри вы продолжаете думать словно бог хочет чтобы вы жили с пессимистическим отношением без особой надежды не надеюсь на что-то получше в этом нет воли божьей псалом 41 давид говорит почему я унываю почему моя душа подавлена почему я позволяю депрессии портить мои дни у меня лишь одна жизнь и в среднем жизнь сейчас длится 75 80 лет вот почему я трачу свои дни на жизнь в депрессии отчаяния давид говорит я буду уповать на господа я буду надеяться на господа вы не можете одержать победу пока не позволите богу одержать победу над вами я не могу победить свою ситуацию пока не позволю иисусу победить мои отношения победить мое сердце настало время поднять белый флаг перед богом победа начинается когда отдаете себя иисусу вот почему в первом и она и глава 5 стих 1 сказано что всякий рожденный от бога победил мир кто победил мир тот кто поверил в иисуса христа это победа над нечестием мира мы достигаем этой победы благодаря нашей вере в иисуса христа хотите победить грех депрессию отчаяние искушение злость ненависть непрощение тогда вы должны верить в иисуса во-вторых вы должны поверить в божье слово я не могу ожидать победы в своей жизни если я не уверен в том что бог желает ее для меня откуда мне знать что бог желает ее если я слушаю божье слово лишь по воскресеньям некоторые из вас получают хлеб лишь раз в неделю вы должны проснуться и начать питаться манной каждый день вам нужно устроить себе праздник манны павел сказал в первые коринфянам глава 15 стих 55 смерть где твое жало где твоя победа когда вы начинаете понимать что худшее что может с вами случиться это смерть но иисус победил смерть и теперь враг говорит что же мне сделать с этим человеком я убью тебя я попаду в небеса тогда враг говорит ладно я не убью тебя я сделаю тебе что-то плохое хорошо я преодолею это мы видим это у павла а павел начинает поклоняться богу а ковы спадают и двери открываются после этого дьявол пытается уничтожить его с помощью кораблекрушения приходит буря торнадо ураганы апостол павел встает перед моряками и говорит это не конец потому что бог обещал мне победу он сказал что я попаду в рим никто из нас не умрет на самом деле бог устроит нам отпуск на мальте мы остановимся на мальте и насладимся местной едой конечно меня могут кусать змеи но я сброшу их мы должны мыслить победоносно в деяниях 28 змея пытается укусить павла и островитяне которые служили им которые считали этих ребят богами подумали что павел сделал нечто ужасное они подумали что павел упадет и умрет он просто сбросил змею в огонь некоторые из вас думали так же вам нужно стряхнуть это некоторые из вас думали так же но вам нужно стряхнуть себя религиозный дух обиду ненависть злость вину осуждения начните жить в победе я не шучу я не хочу тратить напрасно очередной день своей жизни я стоял на этом месте у меня были мысли самоубийстве но божья воля не состоит в том чтобы мы жили так если вы говорите я не ведусь на это благословие радостных новостей а на что вы тогда ведетесь библия говорит что это радостная весть нечто хорошее случится с вами потому что иисус живет внутри вас и знаете что сатане это не нравится и поэтому он подсунет вам что-то плохое и что вы сделаете вы стряхнете это и будете идти дальше в победе вот почему павел говорит что нас побивают но не убивают да нам тяжело я ошарашен жизнь несправедлива возможно мне меня гонят но я через это пройду я двигаюсь вперед 3 вы знаете кто вы во христе победа начинается когда вы отдаете свою жизнь иисусу когда вы верите в божье слово опять же моя вера не основывается на церкви талсы моя вера основывается на библии она пережила все бренды вы думаете наик это совершенная вершина крест превзошел все символы в этом мире это моя победа некоторые из вас сейчас находится в битве вы боретесь раком с тем что кто-то сделал вам что кто-то угрожает сделать вам у вас есть один выбор как у верующего если вы не верующий то вас много вариантов но верующего есть лишь один выбор вы берете веру в бога если вы перестали верить богу если вы мучились отвлекались раздражались перестали читать Божье Слово, перестали поклоняться, то вернитесь к хвале. Хвала — это дорога. Она прокладывает путь там, где пути нет. Когда я возвращаюсь к своей личности во Христе, в своей власти верующего, я осознаю, что я дитя царя, что его ДНК дало мне воскресение. Если вы потеряли свою победу, то я хочу рассказать вам, как вернуть ее. Первое. Вы должны представить себя как победителя. Вы должны представить победу. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза и увидели победу над вашей ситуацией. Если вы будете мыслить масштабно, то будете жить масштабно. А если будете мыслить немасштабно и в поражении, то и будете жить так. Я хочу, чтобы вы представили себе это. В некоторых кругах это используют вне контекста. Но мы представляем, как Бог дает нам победу над тем, что враг бросил против нас. Вот почему Давид, когда пошел на битву с Голиафом, начал говорить с другими. Кто этот невообразимый филистимлянин, который хулит армией Бога Живого? Пусть никто не отчаивается. Я, Давид, сражусь с этим Голиафом. Я знаю, что в нем три метра. А я всего 14-летний парень. Он сказал почти так. А ему ответили, «Ты не сможешь. Ты слишком маленький, молодой и неподготовленный. У тебя нет брони». Давид сказал, «Вы не понимаете. Когда я смотрел за овцами папы, на меня нападали львы и медведи. Я разбирался с ними. Я использовал то, что было, и теперь я здесь. Я готов убить этого великана, потому что вы бежите от него. Там царил дух боязни. Но Бог не дал вам духа страха, но силы, любви и здорового ума». И Давид сказал, «Я убью Голиафа». Скажите, «Я убью Голиафа». Кто является Голиафом в вашей жизни? Кто он? Какова ваша ситуация? Против кого или чего вы боретесь? Приведите это на свой уровень и озвучьте свою победу. И третье, мобилизуйте свою победу. Вам нужно не просто увидеть ее и озвучить. Вы должны сделать что-то. Я хочу, чтобы вы поднялись на ноги. Когда ваша команда играла против другой команды на вашем поле, то все было плохо. Мы отставали на несколько очков. Оставалось меньше минуты. Наша команда называется «Победа». Но мы проиграли. Люди, которые болели за нас, что нужно изменить атмосферу. Они не знали, что делать. Они решили, что хоть мы и проигрываем, нужно провозглашать нашу победу. Всюду было тихо. Никто не кричал и не поддерживал нас. Все мы были расстроены. И за счет, враг хочет, чтобы вы смотрели на то, чего нет, чтобы отговорить вас от того, что может быть. Враг хочет, чтобы вы ощущали отчаяние, словно из этого никак не выбраться. Но тех, кто с нами, больше, чем тех, кто против нас. И наши чирлидерши сказали «Вставайте, вставайте, сделайте это, поднимите свою руку и повторяйте за мной «Победа!» 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 Послушайте, я не знаю, через что вы проходите, но Бог не закончил с вами. Если вы здесь, значит, Бог еще не закончил с вами. Пока вы дышите, Бог не закончит работать с вашим сыном, с вашей дочерью, вашим мужем, женой, детьми, финансами, мечтами. Бог еще не закончил работать с вами. Друзья, надеюсь, это послание коснулось вас и напомнило вам о том, что вы имеете победу во Христе Иисусе. Вам лишь нужно активировать ее. Вы должны представить ее, озвучить ее и мобилизовать ее. Победа ждет вас. Как мы начинали кричать «Победа!» Во время игры та атмосфера изменилась. Наша команда проснулась. Мы вышли на поле и выиграли. Иногда вам нужно напомнить себе об этом, ободрить себя. «В Господе!» Послушайте, это не конец. Я не упаду. Я не буду в поражении. Моя жизнь не закончится на этом. Я изменю все по благодати Божьей и силой Духа Святого. Я пройду через это. Я хочу сказать вам сегодня, вас ждет победа. Вы должны представить ее, озвучить и мобилизовать ее, действуя соответственно. Мы делаем это через молитву. Почему бы вам не помолиться со мной сейчас? Скажите, Иисус, «Спасибо, что Ты дал нам победу в жизни, во всех сферах. Господи, я буду двигаться в победе во имя Иисуса. Аминь!» Если вы повторили эту молитву в вере, то должны принять победу и активировать ее. Чтобы ходить в победе, вам стоит присоединиться к церкви. Если вы не являетесь членом поместной церкви, присоединяйтесь к ней, принимайте и отдавайте в Божьем доме. Вы нужны Богу. Он рассчитывает на вас. В вашей жизни есть люди, которые нуждаются, что вы будете ходить в победе. Ваши лучшие дни впереди. Субтитры подогнал «Симон»